Приветствую вас! Понимаете, сразу хочу вам сказать, что ваша проблема, проблема того, что вы не можете найти работу, на самом деле имеют два варианта, два вектора развития. Первый вектор развития касается того момента, что вы действительно не можете найти работу. То есть, действительно, в вашем городе нет возможности работать. Да? То есть, это, ну, это объективный такой факт. Вот. В этом случае, мне думается, что вам желательно обратить свое внимание на смену среды. То есть, просто вот рассмотреть для себя вариант изменения среды, в которой вы сейчас находитесь, скажем так. Да? Вот. Это первое. Второй момент, который я хотел бы на вас донести. Ага. Если же фактическая работа есть у вас, повторюсь, именно фактическая, вот, именно фактическая возможность работать, то в таком случае можно говорить о том, что работать по какой-то, какой-то причине вам не хочется. То есть, есть какой-то момент, который ограничивает ваше желание работать. И заметьте, пожалуйста, что я не пытаюсь вас сейчас как-либо обвинять. Я надеюсь, вы это понимаете, что я не хочу вас обвинять. Вот. Я бы хотел просто, чтобы вы увидели, что происходит. Работа для вас настолько важна, что вы не хотите жить. Не хотите жить. Из-за того, что не можете ее найти. Значит, если это так, то вполне может быть, что значение работы для вас слишком велико. Но гораздо больше, чем, например, оно должно быть в норме. Тогда нам нужно понять, какое значение для вас имеет работа. Разгрузить его, чтобы вам было легче. Ну и определиться, соответственно, что вы хотите для себя. Это, на мой взгляд, очень важная история. Потому что, как бы, пока что не совсем понятно, что именно вам нужно, да, и какой, собственно, помощи вы хотите получить от нас, от психологов. Вот. Потому что, помочь вам разобраться и определиться с профессией, это одно. Увидеть, почему вы не хотите жить, из-за работы. Да? Это другое. Вот. То есть, тут нужно исследовать этот момент. Но мы за вас, за вас мы работу не найдем. Не сможем найти за вас работу. Потому что, ну, это, ну, это означало бы, что мы берем ответственность за вас. А это было бы неправильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их кличку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.